Микс Ньюз Даже здесь, в самом сердце черного континента, мы слушаем любимые передачи. Все просто. Аппликация Микс Медиа Радио. Гость в студии сегодня историк, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Каспар Зелес. Телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. Мы будем сегодня обсуждать появление новой истории в связи с лесными братьями. На официальной странице НАТО в Твиттер недавно был опубликован трейлер фильма на английском языке «Лесные братья. Битва за Балтию», так он назывался, о том, как национальные партизаны боролись за независимость балтийских стран против СССР. Да, с записью этой истории о лесных братьях, которые сражались с советской армией за свою родину после Второй мировой войны. И там следующая аннотация. После Второй мировой войны партизаны со всей Балтии ушли в леса, чтобы вести самую кровопролитную партизанскую войну в Европе против оккупирующих советских войск. Да, и история, естественно, получила продолжение как в латвийской прессе, так и в российской. Отреагировал МИД России в лице Марии Захаровой. Отреагировали наши публицисты. Вот мы решили тоже отреагировать. Да, и, соответственно, небезызвестный вице-премьер Рогозин написал, что в странах Североатлантического альянса окончательно обнаглели. Да, а вот экс-премьер Швеции, в свою очередь, сказал, что историю лесных братьев слишком долго скрывали. Это часть истории новейших времен нашей части Европы. Но он имел именно конкретно литовских партизанов. Ну да, но тем не менее, давайте разбираться. У нас есть опрос для вас в видеочате, поскольку мы подозреваем, что, может быть, не все знают об истории. Сейчас я вам скажу, что вы думаете о национальных партизанах. И варианты ответов. Они борцы за свободу и независимость Латвии. Это бывшие легионеры, преступники и диверсанты. Это белое пятно в истории Латвии. Пусть историки работают, и у меня другие интересы. Голосуйте, мы потом скажем, как и что получилось. Ну и звоните нам, пожалуйста. А Каспар, как вы думаете, почему вот эта история вдруг привлекла внимание НАТО? Мне очень трудно сказать, почему. И я действительно немножко даже изумился, что этот фильм там показался. Я даже его не заметил. Мне как-то сидел в своей деревне, там звонили из медиа, спрашивали, что я думаю о фильме. Говорю, что я такого фильма не знаю. Мне говорит Путин, ну мне нравится. Я говорю, ну и хорошо, он не кинокритик. Да, но и тем закончился мой комментарий. Про то, я посмотрел вот этот ролик, да, и там, ну, я ничего там такого особенного не нашел. Это просто, ну, как бы показан эпизод, один эпизод из истории, да, из, ну, как бы стараясь показать и латвийскую, и латвийскую, и литовскую, и эстонскую, да, версии этой войны. Это одна версия только, и более ничего. Я даже не понимаю, почему. Ну, не было же ни даты никакой, ничего, да, вроде бы? Фактически, я думаю, если российский МИД не отреагировал на этот ролик, да, его даже, я думаю, очень многие бы не заметили. Так что это больше успех российского МИДа, что… Мы просто не очень поняли, почему вообще эта тема вдруг привлекла внимание. То есть это какой-то, не знаю, ну, вроде бы никакой ни даты, ничего такого. Я думаю, ну, если я смотрю, если надо анализировать, почему это сделала НАТО, да, то тут надо было звать какого-то из НАТО и спрашивать его, да. Если мне, как, ну, как человек говорил про саму цивилисту, да, надо это комментировать, да. Я думаю, что ролик больше предназначен, нежели для местной аудитории, чем для западной аудитории, да, просто объяснить некоторые эпизоды, эпизоды этой балтийской истории. Объяснить местным или западным? Нет, западным, я думаю. И сразу в это возникли. Потому что если мы смотрим ролик на английском языке, да, и если мы смотрим на этот вопрос, да, там очень много, ну, если смотреть, ну, там 8 минут, да, если можем смотреть, да, там очень много вопросов вообще не поднимет, да. И я думаю, что один из таких особенно важных моментов, да, который бы я хотел услышать из западных союзников, да, это объяснение, почему эти лесные братья так долго сражались, да, в лесах. И это вопрос о том, что они ждали помощи из западных стран, из-за британских десантов, британских десантов тут ждали до, фактически, конца 50-х годов, да. И, фактически, это не последовало, и это как бы упущение этих, ну, как бы сегодняшних союзников, но вот этот момент как бы стараются как-то не озвучить. То есть, может быть, как раз они их будут объяснять, что вот они зря ждали, как-то будут оберять, может быть, свою посетку. Если мы смотрим по сегодняшним, ну, например, исследованиям, которые являются полисным братьям, да, то британские спецслужбы, да, они пару агентов, да, прислали в Латвию с рациями, чтобы, как говорится, связь там действовать, да, и фактически более или менее, да, этих, ну, некоторых групп старались использовать для разведки, но это не получилось, потому что эти агенты были перевербованы ЧК, да, и фактически все эти операции развалились. Но вот этот шаг как бы британской агентуры, да, он как бы тоже делал эти, ну, надежды на то, что вот британские десанты тут будут, да, и эти надежды, как говорится, не новые, и они не появились после Второй мировой войны, они появились уже раньше, да, и первый раз, например, вот в немецких донесениях появляется, что латыши ждут британских десантов, это декабрь 41-го года, да, в 43-м году уже там, там, как говорится, в местном населении очень разведены были всякие слухи о том, что вот сейчас придут или британцы, или шведы, да, которые просто, ну, не позволят Советскому Союзу вторично оккупировать Балтийские страны. Вы ее в Курзовском котле тоже ждали. Да, 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 конечно, это и объясняет, вот, ну, например, борьбу этого легиона, да, который там, ну, даже немцы, да, там, там, как говорится, этому... Удивлялись. Удивлялись, да, почему так борется, боролись не за Гитлера, боролись о том, что фактически они считали, что тут должен быть, да, они должны сохранить плацдарм для вот этих британских десантов, что повторится история, которая была в 19-м году, да. Ну, вот, если отвечать на этот вопрос, вот, что вы думаете о национальных партизанах, вот, вы слышали этот опросник, можно как-то однозначно ответить? Это борцы за свободу и независимость, это бывшие легионеры, преступники и диверсанты, это белое пятно в истории Латвии. Вот, что можно сказать, вот, об этих людях? Ну, тут надо смотреть, как мы это формулируем, национальные партизаны. Если смотреть, ну, из такой точки зрения политической памяти, да, или точки зрения латышской, официальной, как бы, мы можем сказать, да, концепции истории, то национальные партизаны – это борцы за независимость. Потому что у нас есть закон, закон был принят в 96-м году, называется «Статус национального сопротивления», да, и там указано, что, вот, борцы за национальное сопротивление являются тем, те, которые, вот, не сотрудничали и с немецкой, и с советской, да, оккупационными режимами, не участвовали в их репрессиях, в прессивных действиях, да, и не совершали, ну, как бы, можно сказать, то, что мы сегодня называем особо тяжких преступлений, убийств, да, и так далее, и тому прочее. И фактически, ну, я думаю, против цивильного, гражданского населения. И в этом смысле, да, вот этот закон, ну, он, как бы, показывает то, ну, какие партизаны у нас считаются, ну, правильными или неправильными, да, и этот само, как бы, самоформировка этого вопроса, он фактически дает ответ. Но это не исторические, не исторические, как бы, названия, да, если мы смотрим под другим углом, как их называли в то время в обществе, или как они сами себя нередко называли, да, лесными братьями, то здесь уже этот вопрос, ну, неоднозначный. Давайте мы поговорим об этом через несколько минут, сейчас перерыв на новости и рекламу. Напомню, что в гостях у нас Каспар Зелес, историк, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета. Если есть вопросы, звоните 672-12-939 и 672-13-939. Я, главный редактор российского издания «Советский спорт», слушаю о радиостанции «Микс Медиа Групп» через приложение «Микс Медиа Радио». Присоединяйтесь. Гость студии историк, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Каспар Зелес. Мы говорим о фильме, ну, оттолкнувшись от фильма, о движении национальных партизан в странах Балтии, который был опубликован в твиттере на страничке НАТО, такой восьмиминутный фильм. И который вот расколол буквально нас и наших соседей. В России написали, что НАТО прославляет фашистских недобитков, проводили параллель с бандеровцами, с прославлением Бандеры и легиона Галичина и прочее. А в Литве, например, это вызвало, наоборот, большой энтузиазм. Они там стали акцию России недавним переписать нашу историю, устроили там, наоборот, совершенно обратные акции. Ну, и в Латвии не в такой степени, но тоже была соответствующая реакция. То есть, такой раскол очередной произошел. Да, вы сказали в первой части, что как бы озвучили официальную версию, сказали, что она все-таки не вполне совпадает с точки зрения исторической. Ну, вот тем не менее, что он выпущен был, в 90-м году вышел сборник под подписью, под предисловием Гундеса Ульманиса, документы. И там вот есть такой документ, оккупанты и коллаборационисты, павшие и раненые во время войны национальных партизан Латвии. То есть, убитые национальными партизанами. И тут написано, советский, партийный и комсомольский актив и осведомители чекистов. 1351 человек был убит с 1944 по 1953 год. То есть, это как бы комсомольцы, пионеры, тех, кого считали осведомителями, а может, они и не были, неизвестно. То есть, это, в принципе, мирное население. Ни военные, ничего, ни чекисты, ни истребительные батальоны. Советский партийный и комсомольский актив. Вот этот официальный документ, это не российский. 1351 человек был убит. Ну да, но здесь можно смотреть по-разному на этот вопрос. Но там пионеры не участвовали. Если мы смотрим, например, документы о советизации Латвии в 1944, 1945, 1946 году, как создавалось вот это партийное, ну как бы партийное, или советское, лучше бы сказать, советское управление на местах, да, там очень-очень много интересных моментов появляется. Во-первых, что можно сказать о том, что вот в 1944-1945 году, когда пришла, ну опять, пришла советская власть, да, но они старались как бы сделать вид, что вот эта новая власть как бы латвийская, да, они искали латышей, чтобы поставить на посты руководящие, да, вербовать их истребительные батальоны, НКВД и так далее и тому прочее, да, но вот таких правильных латышей, ну, найти было очень трудно, да. Сперва это то, что где-то 50% интеллигенции, это люди с высшим образованием, они уехали, не дожидались как бы повторично этой оккупации, да, но остальные, они как бы во времена оккупации, да, ну, мы можем сказать, я бы не хотел использовать этот термин коллаборационировать, да, потому что он очень политически как бы огромен, да, и под этим термином можно все практически посмотреть, и там очень много вопросов тогда возникает, да, кто такой коллаборационист, да, и почему это дело, но эти были люди, да, которые или по своему свободному выбору, или просто по обстоятельствам как-то сотрудничали с немцами, да, и, например, когда в 45-м году в конце уже начали проверку вот этого исполткомовского актива, да, и так далее, тогда вот оказалось, что там 50%, да, люди, ну, как говорится, с черными биографиями, да, бывшие полицейские... И их не взяли эти посты просто, да? Да, 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 и так далее, и очень много, да, и даже из этих людей, да, они сотрудничали с, ну, то, что мы называем с лесными братьями, да, там, или их члены семьи были в лесу, да, и так далее, и тому прочее. И фактически тогда, ну, началось такое движение, что вот на эти посты надо поставить, ну, как бы сказать, чистых людей, да, и тогда, тогда, ну, как говорится, появляются другие люди, да, которых, ну, фактически местное население, ну, вот здесь все валяло с оккупацией другой властью. И здесь можно сказать, да, что вот, ну, эту власть, ну, не восприняли местные, и по поводу их политического, как бы, этих взглядов, и по, ну, как бы сказать, этой репрессивной политикой, которая проводилась, да, эти чистые, фильтрационные лагеря и так далее, и тому прочее, и надо иметь в виду, что считали, что советская власть здесь долго не задержится, да, и, да, и фактически партийный актив, партийцы, да, и комсомольцы, да, которые в большом своем числе были потом, ну, тоже частниками истребительных батальонов, которые боролись против лесных партизанов, ну, я бы не называл их просто гражданским населением, да, это они были фактически военно-зированы. Давайте мы примем звонок, надевайте наушники, Каспар Зелес у нас в студии, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вот к этому вопросу не понаслышке, у меня дядька, двоюродный брат отца сидел как раз в тюрьме после, вот, по этой, по этой статье, что он был с лесными братьями, но он еще был, ну, наверное, 16 лет, я не знаю, 15, наверное, интересовало больше его, как пацана, там, оружие, все такое, но вот он какой-то момент был связанный с ними, ну, как бы там ни было, и бабушка, и жили на хуторе, все равно все местное население называло их бандитами, потому что они, ну, вот, боялся каждый хутор, вот, по рассказам, они боялись, не дай бог, они придут, ну, они там, допустим, даже никого не убьют, все, но они приходят из леса на два дня, начинают устраивать гулянку, там, самогонка обязательно, там, поросенка надо зарезать или еще что-то, и так сколько лет продолжалось, это все, и то, что, то, что, допустим, на нашей территории, где были, наверное, из двух истребков, они там больше сотни убили, только два истребка из них были, ясно, что они убивали минное население, но еще фактор такой, я хотел бы, вот, не знаю, обращают внимание, бабушка рассказывала, вот, человек, когда долго, допустим, он в сельском хозяйстве раньше работал, пахал, но вот началась война, он взял в руки оружие и пошел, а потом, затем, большую часть удерживала людей в лесу, даже вот это, он не может перейти потом к мирной жизни, это, я не знаю, это, по-моему, какой-то даже синдром называли, какой-то есть, это было и в Чечне, и после войны человек, вот, начал такой образ жизни, все, он уже забыл плуг, забыл, как говорится, обработку земли, и просто, даже меньше то, что у него идеологическая, вот, эта война, просто он не может оставить это ружье, он пошел в лес, сделал вылазку, наелся, набил живот, и опять, вот, не гражданской жизни. Как-то можете прокомментировать? Ну да, здесь можно смотреть, ну, если, ну, я не буду комментировать вот этот случай, да, но вот такие рассказы, они появляются очень-очень часто, да. У нас, например, было в свое время ведущий исследователь, который изучал проблематику национальных партизан, профессор Генрих Строт, уже покойный, да, и я когда-то там занимался, ну, брал интервью у местных жителей в том районе, откуда он практически вышел, да, он там был авторитетом номер один, да, Генрих Петрович там был семь, это было самое лучшее, как бы, их земляк, да, но что многие говорили, да, что вот все с ним хорошо, да, вот национальных, партизан, он как-то неправильно там оценивает, да, ведь они были бандиты. И здесь надо смотреть, я думаю, из точки зрения, ну, не истории, как это было, а было там по-разному, были, ну, например, группы партизан, да, которых, ну, свободно, по своей воле обеспечивало местное население, да, были фактически группы, которые были вынуждены заниматься, ну, как бы, бандитизмом, да, экспроприациями, да, и были даже убийства, да, это уже, что я говорил по поводу, ну, это концепции национальных партизан, вот этих фактически людей мы больше там не зачисляем, да, это как бы, ну, политическая, да, эта концепция, но если смотреть, если смотреть, да, из такого зрения, ну, ну, фактически социальной памяти, да, то память о партизан, она вообще очень, очень болезненна еще и травматична, потому что вот население, да, которое пережило эту войну лесных братьев, да, она фактически, ну, мы можем разделить ее, там были семьи, да, которые пострадали от партизан, там были семьи этих партизан, и эти люди сейчас живут, ну, как бы вместе, да, и фактически этот и вопрос, да, почему эта война, ну, как бы утаивается, и, ну, я бы не сказал утаивается, там. У нас же книжка называется «Неизвестная война». Она неизвестная, о ней он не любит говорить, не любит говорить, потому что она болезненная, она все равно, но она может, как бы, сделать вот эти отношения, как бы, опять, ну, новую, новую конфликтную ситуацию, да, это, я думаю, ну, ну, это использует, можно использовать в политике, да, и если мы можем смотреть сейчас тоже, ну, ну, это политическая, как бы, заварушка о том, что национальные партизаны – это борьбы за независимость или бандиты, да, и это, как бы, на людей действует, да, и этот вопрос, я думаю, надо просто, ну, объективно выговорить, и все эти вопросы, да, об разности этих людей, которые там были, ну, просто надо переоценить и посмотреть, как, ну, вот, на эту проблематику смотреть. А вот скажите… Для историков это тоже такая тема новая, да? Ну, не новая, но все-таки… партизанами у нас занимаются очень многие люди, да, потому что, ну, первый, кто начал, был уже мой упомянутый Генрих Строц, да, и сейчас фактически остался, я думаю, один исследователь, да, который занимался, это Зигмар Стучинскис, да, и больше у нас, ну, таких видных исследователей, которые бы профессионально занимались вот этой проблематикой, как бы, и даже нет. Так, знаете, вот несколько лет назад публицией стали, да, в этой манной газете, нет, корейка подняла вопрос, почему, вот, почему в сорокдесятом году национальные партизаны не помешали депортации, не было ни одного случая, что вот они как-то, они, ну, знаешь, они же нападали на телевидение милиции, на телесоветы, они нападали, и даже в маленьких городах на респолкомы, а почему вот они, не было ни одной попытки даже зафиксировано, чтобы они помешали депортации. А в сорок девятом, да? Да, да, вот пришли на станцию, отбили, скажем, людей, которые посадили в огонь, или какую-то попытку сделали. Ну, здесь много объяснений, ну, во-первых, мы можем смотреть, сказать, сказать, что вот эта операция, она проводилась, как бы тайком, да, и это был... Ну, у них же были какие-то свои люди, видели, что кого-то грузят, везут куда-то, всё? Да, но уже к сорок девятому году этих партизанских групп уже было слишком мало, чтобы они могли осуществлять вот такие акции. И фактически, ну, эти акции, вот, по отбиванию, да, мы, если смотрим, то можно смотреть, что, ну, они бы вызвали ещё более большие репрессии, да, чем... Но что можно сказать, после депортации, да, которые, ну, смысл которых было фактически тоже борьба против лесных братьев, да, если мы посмотрим, то очень много семей из депортированных, да, были высланы по формулировке... Да, по-первых, это связь с лесными братьями, да, и члены лесных братьев, или это легализированные лесные братьев, да, и любитых лесных братьев, или судимых лесных братьев, да, там фактически, ну, где-то порядка 24%, да, из высланных были тесно связаны с этими людьми. То есть, ослабили социальную базу их, да? Ну, да, фактически, да, но вот после 49-го года, если мы смотрим о том, что произошло в Латвии, да, вот национальных партизан стало ещё больше, да, потому что те, которые, ну, как бы спаслись, или те, которые, ну, члены семей, которых вывезли, да, ну, у них появилось, ну, они... Мотивация, да, для борьбы. Ещё звонок у нас, пожалуйста, Каспар Зелли, студия, слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я вот тоже расскажу одну историю, я сам из Латвии, и мой отец, который 37-го года, он очень хорошо помнит те времена лесных братьев, когда его мама, ну, то есть моя бабушка, утром просыпаясь, подбегала к окну и смотрела за ситки хутора, сделаем струбу или нет. То есть остались люди живы, или ночью пропадали лесные партизаны. Почему я это всё говорю? То, может быть, идеализировать не стоит это всё. Понятно, что были те люди в лесах, и мы же брали, которые там думали от восстановления независимости, да, Латвии, они реально боролись против советской власти, которую я тоже таким образом пытаюсь идеализировать. Но, по большому счёту, население-то страдало, да, то есть от боевых серьёзных действий. Именно советским режимом они больше занимались убийствами, но, скажем так, ещё раз говорю, не все, конечно, да. И ещё такая, наверное, ремарк, подобные фильмы, да, я смотрел, конечно же, этот фильм, да, то давайте вы же, как историк, должны знать, почему вы не говорите о том, что в Литве даже не сформировали батальона. Да, то есть Эстония собрала дивизию, а Латвия собрала две дивизии, а Литовцы собрали там пару рот и всё, за что, кстати, после войны Литовцы и получили. И Пуапиду получили, и нашу палангу, а от нас от Латвии отобрали и Абрана, вот это Эстония отобрали, Печёра и так далее, только за участие Гитлера и Галлицына, что-то поимели такое счастье. И подобные фильмы, на мой взгляд, никак не улучшают отношения с Россией, да, то есть мы должны это понимать, что мы являемся каким-то, вот, партюром, да, между Западной Европой и той же самой Россией. Подобные фильмы, конечно, а как они должны в России восприниматься? Вот, они для... То есть мы для них получаем с врагами ещё больше подобных фильмов. И подобные, мне кажется, вообще всякая, всякая подобная попытка искажать исторические факты. Они неправильные, да, я не оправдываю, скажем, не этот фильм. Точно так же, только сейчас я видел несколько интересных плакатов России именно про Гренвальдскую битву, да, там, русское оружие, разгром немецких рыцарей и так далее, и так далее. То есть просто поляки от этого тоже несчастливы. То есть, скажем, они прекрасно знают, что Гренвальдская битва – это победа их оружия, да, и так далее, и так далее. То есть, получается, те оттянутые взяли в одну сторону, но в другую. Пытаясь говорить, что мы лучше, не то, лучше. Да, по отношению к этому точно лучше не будет. Вот мое такое мнение. Мне кажется, что в Литве же была целая армия, с формой, с военными, даже с военными училищами. Там легиона не было, но братья-то были, в смысле, жалюха. Ну, в Литве это, конечно, это было больше. В Латвии тоже старались, как бы, создавать организированные движения, да, были созданы некоторые эти группы, да, которые там вырастали, ну, да, 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 определенного мнения, да, были попытки вести и форму, и награждение, и звание, и так далее, и тому прочее, да. Это все было, но это, как бы, ну, такой большой, большой, да, 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 не реализировалось. И, фактически, да, это вопрос, ну, как бы, мы можем смотреть, но я бы, вот, там не согласился с парами моментами, это первый вопрос был об этих территориальных, территориальных, да, 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 не связано, да, если мы посмотрим по другому вопросу, да, вот фильм, как его оценивать положительно или негативно, да, я думаю, что я бы оценил даже позитивно, позитивно, потому что мы начали говорить на эту тему, да, не может быть, кому какой-то исследователь или вот государство сейчас, ну, будет понять, что тема вот не совсем уж уже разобрана, да, дадут кому-то грант, чтобы изучить эту проблематику дальше, да, я так смотрю немножко дальше, а если мы смотрим то, что фильм, вот, не может понравиться, там, не знаю, России, Польше или кому еще, ну, да, это все нормально, да, мы не можем найти, потому что исторический фильм, он и всегда не понравился, не нравится кому-то другому, да, вот два года назад, ну, немцы сделали такой, ну, по-моему, очень хороший такой трехселенный, серийный художественный фильм, да, показали его по CDF, да, это фильм, ну, на переводе он назывался «Наши отцы, наши матери», да, который сразу вызвал претензии и с Польши, и с Украины, да, потому что они считали, что вот их история там показана неправильно, да, то же самое мы можем смотреть и в российских фильмах, да, которые мы считаем, да, что вот наша история там показана неправильно, да, и фактически, ну, об этих убийствах, если мы говорим, и об этих, ну, как бы преступлениях против мирного населения, да, это все было, и это война, это надо понимать, да, и если мы смотрим, ну, например, на вот храбрых белорусских партизанов, да, если мы снимаем эту оболочку, которая создана с советской идеологией, что они боролись только против немецких захватчиков, да, и посмотрим, что там было, да, то там происходило то же самое, и, как говорится, и террор против местного населения, и убийство местных жителей, и, как говорится, пьянки, и все это, ну... Еще у нас звонки, давайте успеем, наверное, еще пьють. Один еще успеем, да. Отлично, да, пожалуйста, здравствуйте, слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Я жил в Баусском районе, значит, ну, с 1946 по 1949 год, ну, и был ребенком, но все равно разговоры слышал, что там убили, там убили, и в Требке, в Риге приезжали, все время, значит, пытались поймать этих местных братьев. Но я хочу сказать о другом. После окончания войны Нюрнбинским трибуналом нацизм и фашизм был осужден. Вот, значит, и сейчас переименование лесных братьев национальных партизан – это тоже прикрытые фашисты и нацисты, значит. И я осуждаю, кто их поддерживает, и те, что зверцы, которые они творили. Значит, была в советское время книга выпущена про лесных братьев при Балтике, значит, два тома. Я не помню автора, ну, и, значит, ну, два тома точно помню. Значит, ну, по странице 100, наверное, были эти два тома книжки. Значит, ну, можно было понять, какой ущерб и как они вредили постановлению народного хозяйства, крестьянам, всем, значит, и я не считаю их героями. Это в настоящее время восхваление нацистов и фашистов. Да, ну, вот такая более распространенная точка зрения, во всяком случае, среди, я так понимаю, русскоязычного населения все-таки преобладает. Ну, да, если мы смотрим, там, ну, например, ну, я действительно, надо сказать, не очень-не очень вникал в те аргументы, которые представляла российская сторона против этого фильма, да, но немножко посмотрел, как бы. И если мы смотрим вот это связанное, да, сперва, ну, вопрос о том, что это были нацисты, да, там, можно сказать, что это, ну, не совсем так, да. Конечно, были, особенно в 44-м, 45-м году, ну, некоторые группы, да, которые создавались вот немецкими, 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 как бы, спецслужбами. И сначала с Абвером, да, потом с СС, да, это Якфорбандос, да, Бориса Янкова и так далее, и тому прочее. Но их фактически очень скоро уже после войны разгромили, эти группы, да, как ТКВ, и с этими группами, если посмотреть, тоже невозможно, ну, я бы и не оценил их однозначно, да. Вот по политическому зрению, да, они тоже не причисляются этой группой, потому что они сотрудничали вот с этими репрессивными органами, да, да, этих оккупационных режимов, да. Но если мы посмотрим, ну, например, на криминальные дела вот этих людей, да, ну, когда их поймали, да, и они понимали, что у них терять уже больше нечего, да, и там то, что они рассказывали, было правдой, да. И они откровенно говорили, да, что немцев мы просто хотели использовать. Наша главная цель была борьба против большевиков, да. И что главным образом, да, надо было получить оружие, надо получить, да, какие-то, ну, эти, называли это яйцами, да, которые закапывали лесу, да, чтобы их получить, чтобы могли воевать против советской власти, да, чтобы не дать ей укрепиться и чтобы, ну, как бы, в конечном итоге, как бы, бороться за независимость Латвии, да. Потом еще один аргумент, который используется, используется, это, ну, аргумент от Холокаустом, да, если мы смотрим, да, ну, связь с Холокаустом как-то. Здесь тоже, ну, если не спросить, да, я не могу сказать, ну, однозначно, вот, что у лесных братьев не было людей, которые бы или активно, или пассивно, да, участвовали в Холокосте, да, были, некоторые люди были, да. Если мы смотрим на этот вопрос с такой точки зрения, то я думаю, что более людей, которые участвовали, вот, в Латвии в Холокосте, да, были потом в 44-м году призваны к Красной Армии, да, и тогда мы можем тоже сделать параллел, что Красная Армия участвовала в Холокосте, но это будет совсем уже смешно, да. Но такие люди были, но их фактически, это были единицы, и фактически люди, которые, ну, например, в 41-м году были готовы стрелять евреев, да, они особенной воинственностью как бы не отличались, да. Да, ну, тема такая, конечно, интересная, и, наверное, не на все вопросы смогли ответить, конечно, но мы поговорили об этом, и историк, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Каспар Зейлис был сегодня у нас в студии. Опрос звучит, вернее, итоги даже такие. Что вы думаете о национальных партизанах? Значит, никто не сказал, что это борцы за свободу и независимость, 53% считают, что это бывшие легионеры, преступники и диверсанты, 27% что это белое пятно в истории Латвии, пусть историки разбираются, и 20% имеют другие интересы. Ну, есть над чем подумать. Спасибо.